МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день! О главных событиях региона к этому часу готовы рассказать корреспондент ОРТ в студии Анастасия Синченкова. И вот о чем пойдет речь сегодня в выпуске. Смерть промышленной империи. Светлинский ферроникелевый завод может оказаться банкротом. Подняты по тревоге, в Оренбуржье завершилась масштабная проверка войск Центрального военного округа. Тихий убийца. Число жертв угарного газа выросло до 13 человек. 30 главных поисковиков России за одним столом. Какие решения приняты в Оренбуржье? Турнир с чемпионом. Кого из оренбуржских шахматистов так и не смог победить? Гроссмейстер Сергей Корякин. 50 детей за 5 часов ОРТ вновь дает микрофон детям. И начиная выпуск с информации о банкротстве на одном из крупнейших предприятий Оренбуржья. Светлинский ферроникелевый завод теперь находится под наблюдением арбитражного управляющего. Эту информацию нам подтвердили в областном профсоюзе. Для Светлинского района этот промышленный объект является градообразующим. По данным некоторых источников, общая сумма арбитражных исковых требований к Светлинскому ферроникелевому заводу составляет более 240 миллионов рублей. Из них более 63 миллионов просроченные неисполненные требования. Одним из крупнейших кредиторов никелевого завода выступает Энергосбыт Т-плюс и налоговая инспекция. Как нам стало известно из собственных источников, проблемы у промышленного гиганта начались еще в прошлом году. Тогда, по словам местных жителей, сразу после Дня Металлурга закрылся опытный цех. Сколько человек рискует остаться без работы, и есть ли шанс сохранить предприятие? Более подробную информацию о судьбе Светлинского ферроникелевого завода смотрите в вечернем выпуске новостей. Сейчас материал готовится к эфиру. Масштабная проверка войск ЦВО завершилась. По тревоге были подняты части сразу в 15 регионах страны. Среди них и Оренбуржья. В пресс-службе военного округа отметили, что в маневрах задействованы больше 8 тысяч человек. В состоянии боеготовности приведены расчеты зенитных ракетных систем в процессе развертывания. Отработаны отражения одиночных и групповых ударов крылатых ракет. Условное нападение проходило как днем, так и ночью. Выполнение учебно-боевых задач осложнялось установившимися морозами. В ходе проверки боеготовности расчеты совершили марш для смены огневой позиции, организовали прикрытие воздушного пространства в сложной радиоэлектронной обстановке, а также определили и уничтожили базы предполагаемого противника. В проверке задействованы соединения части, дислоцированные на территории Поволжья, Урала и Сибири, а также российские военные базы в Таджикистане и Киргизии. Это первые масштабные маневры в 2019 году. Еще одна жертва угарного газа. На этот раз трагедия произошла в селе Анатолевка Октябрьского района. Как сообщает региональный следственный комитет, тело 56-летнего местного жителя обнаружено в бане. На сегодня уже известно и о еще одной пострадавшей. 54-летняя жена погибшего доставлена в больницу. По предварительной версии, супруги отравились угарным газом. Возможно, в бане была закрыта заслонка дымохода. Пострадавшей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Напомним, что это далеко не первый случай в этом году. Только за январь от угарного газа погибли 12 человек. Двое из них – дети. Добавим, что эти цифры уже приближаются к показателям за весь 2018 год. Тогда за 12 месяцев погибли 17 взрослых и трое детей. Раскрыть еще одно преступление помог четвероногий полицейский. Собака по кличке Юта сумела задержать злоумышленника по горячим следам. Теперь пес стал настоящим местным героем. Как давно Юта в профессии, сколько дел этой овчарки уже удалось раскрыть. С образительным псом встретились мои коллеги Владислав Грубунов и Ольга Энгельс. Это все правильно. И повела через дворы, через улицы. В итоге впереди мы увидели человека, который шел в сумке. Сумку нес большую. Мы предприняли меры задержания этого человека. У этого человека оказалось похищенное имущество. Злоумышленникам оказался знакомый потерпевших. Похищенную технику он планировал продать. Теперь ему грозит 6 лет лишения свободы. Десятки раскрытых преступлений, служебные командировки. Салават и Юта служат вместе уже 5 лет. Понимают друг друга без слов. Четвероногий полицейский и ее хозяин не расслабляются даже во время отпуска. Бывает, забираем их домой. Пишем рапорт. Можно написать у нас на домашнее содержание. В послужном списке немецкой овчарки не одно раскрытое преступление. Коллеги знают, что если за дело берется Юта, правонарушители будут наказаны. Ольга Энгельс, Владислав Горбунов. Новости дня. А сейчас к другим темам. ОРТ вновь дает микрофон детям. Пять часов съемок и более полусотни самых талантливых и артистичных ребят со всей области. Каким должен быть настоящий друг и что делать счастливыми маленьких оренбушцев. Наши редакторы готовы подвести итоги кастинга. О самых ярких моментах юбилейного пятого телеотбора расскажет моя коллега Наталья Мороз. Возле выездной студии не протолкнуться. Каждый в томительном ожидании своего номера. Участники приходят за несколько часов до начала съемок. Одни волнуются, другие наоборот, успевают знакомиться и делятся впечатлениями. Третьи не теряют ни минуты. И как перед выходом на сцену поправляют последние штрихи. Но все взгляды и взрослых, и детей прикованы к комнате, где идет запись. Таганка, все ночи полные огня. Таганка, зачем сгубила ты меня? А здесь бушуют совсем не детские страсти. Богдану восемь. Костюм, галстук, умный взгляд и умение рассуждать по-взрослому прибавляет парню еще несколько лет. Своим артистизмом покоряет всех на съемочной площадке. Еще бы, ведь мечта мальчика – стать артистом. На кастинг приходит с сестрой Магдалиной. Она пока только на подпевках, но уверена, у брата большое будущее. На вопрос редактора, чем больше всего она гордится в свои четыре года, скромно отвечает. Богдан гордится за мной. Артем тоже держится уверенно. На кастинг приезжает из Элегского района в четвертый раз. Признается, страшно было только в самом начале. Сейчас он уже знает всю съемочную группу по именам. По имени теперь знают и его на малой родине. Узнают даже на улице. В качестве группы поддержки Артем приехал с мамой. Оксана признается, она теперь поклонница телепроекта ОРТ. Я даже не подозревала, что он не знает, кто такой холостяк. Вроде бы кажется, такой простой вопрос, а дети такие разные ответы дают. Холостяк – это человек, который работает бесплатно. Для себя думаю, где же редакция, рекореспонденты ищут такие вопросы-то каверзные, что вроде простые, а дети не знают. И на этот раз ребят ждали не менее интересные вопросы. Когда просыпается аппетит, кто такие сыроежки и почему черепахи так долго живут? Ответы заставляют задуматься. Потому что они могут прятаться, как будто он камень. Их никто не съест. Это пятый сезон телепроекта «Микрофон детям». Стартовал он в 2018 году. За это время в нем приняло участие несколько сотен человек. Детский взгляд на мир находит популярность у оренбуржцев. С каждым разом желающих пройти кастинг становится больше. Теперь команде ОРТ предстоит отсмотреть весь отснятый материал. Самые интересные ответы увидит вся область уже в феврале. Наталья Мороз, Алина Волохова, Водисавр Горбунов. Новости дня. Впереди небольшой блок коммерческой информации. Уже через несколько секунд мы продолжим рассказывать о главных новостях дня. 30 главных поисковиков России за одним столом. Какие решения приняты в Оренбуржье? Турнир с чемпионом. Кого из оренбуржских шахматистов так и не смог победить? Гроссмейстер Сергей Корякин. Юбилей победы готовность номер один. Под таким названием сегодня в областном центре прошел круглый стол. На него собрались руководители поискового движения из регионов Приволжского, Сибирского и Южного федеральных округов. В будущем году страна отметит 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Как готовятся к важной дате поисковики, расскажет Виталий Дерябин. От старших школьников до так называемых серебряных волонтеров. В поисковики сегодня идут люди самых различных возрастов и социальных групп. Десятки тысяч человек по всей стране объединены одной идеей. Это возвращение памяти в семью, возвращение имени из небытия, возвращение солдата из без вести пропавшего в списке геройски погибших. Эти списки постоянно пополняются. Только из Оренбуржья более ста человек ежегодно выезжают на места боев в Новгородскую, Смоленскую, Ленинградскую области. Однако поисковики не только те, кто работают в поле с лопатой в руках. Не менее важным является архивный труд. Кропотливое восстановление имен воинов, многие из которых были тяжело ранены и отправлены на лечение в тыл. Что, собственно говоря, и делают, в частности, оренбургские поисковики, которые провели огромную работу по восстановлению имен, которых нет ни в паспортах захоронений, нет в объединенной базе данных, а они были в архивных документах по бойцам, которые умерли от раны, захоронены на территории Оренбургской области. Елена Цунаева в поисковом деле уже 30 лет стояла у его истоков еще в советское время. С сожалению, признает, чем дальше в историю уходят война и победа, тем слабее историческая связь поколений. В преддверии юбилея победы поисковики решают сами чтить память тех, кого они вычеркнули из списков без вести пропавших. Еще одна задача – пополнение книги памяти. Не установлены точно еще несколько сот имен бойцов и командиров, умерших от ран в Ивако-госпиталях Чкаловской области. Виталий Дерябин, Семен Воробьев. Новости дня. В завершении выпуска к новостям из мира спорта. В Оренбурге прошел первый всеармейский чемпионат по шахматам. О звании лучших боролись кадеты со всей страны. Своё мастерство продемонстрировали именитые спортсмены. Кого из оренбургских шахматистов так и не смог победить гроссмейстер Сергей Корякин, знает моя коллега Анастасия Кубатка. 28 команд – Суворовские, Нахимовские и Президентские училища. Всеармейский чемпионат по шахматам стартовал в Оренбурге. Именно наш регион выбран не случайно. Оренбургские кадеты уже не раз доказывали высочайший уровень подготовки. Егор Пашков на этот раз остановился в шаге от победы. Мне партия понравилась, я бы хотел очень сильно еще раз сыграть. Ну, во-первых, у меня небольшая обидность на самого себя, то что я прочитал чуть свои ходы и неповторимый опыт. На финал чемпионата приехал замминистра обороны Николай Панков. Юным чемпионом он подарил шахматную доску. На предложение присоединиться к игре отвечает коротко. Предлагаю сыграть с мастер-классом Сергеем Александровичем. Ладно, вы играете у него, со мной будете играть. Гроссмейстер России чемпион мира по быстрым шахматам и заслуженный мастер спорта России. Сергей Корякин провел мастер-классы с 10 юными шахматистами. Среди них и 9-летняя Оренбурженка, чемпионка мира по блицу Анна Шухман. Ей удалось сыграть с гроссмейстером в ничью, остальные потерпели поражение. Для шахматиста могу отметить, что важно сохранить хорошую физическую форму, потому что партии у нас порой длятся по 5-6 часов. Это не каждый может выдержать, и поэтому мы все стараемся хотя бы минимально держать себя в физической форме. Я уверен, что вы добьетесь больших успехов, и главное, не ленитесь. По итогам турнира в командном первенстве лучшими стали воспитанники Санкт-Петербургского суворовского военного училища. Оренбуржцы четвертые. Однако эти соревнования точно запомнятся им надолго, ведь среди почетных гостей были не только шахматисты. Мастер-классы для юных защитников провели призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы. Среди них стрелок Сергей Каменский, пловец Евгений Куликов и самбистка Анна Харитонова. Анастасия Кубатко, Константин Воробьев. Новости дня. В областном центре прошли традиционные всероссийские соревнования по легкой атлетике. Оренбургская миля. Ежегодно этот турнир собирает сильнейших бегунов страны. Какие рекорды были побиты в этот раз, знает наш спортивный обозреватель Анатолий Юденич. Среди более чем двух сотен спортсменов-участников из различных регионов России, 12 чемпионов страны и два призера Олимпийских игр. В манеже Института физкультуры собрался весь цвет отечественного бега. На дистанциях от суперспринтерских 60 метров до длинных, собственно, миля 1609 метров. Турнир давно закрепился в официальном всероссийском календаре. И силен не только приезжими звездами, но и нашими оренбургскими легкоатлетами. В Оренбургской области легкой атлетикой занимается более 30 тысяч желающих, любителей и профессиональных спортсменов. У нас развито детское и юношеское образование. Занимаются в наших школах практически около 7 тысяч юных легкой атлетов. Ежегодно уровень соперничества высочайший. Регистрируются очень хорошие секунды. В прошлом году Ивановка Александра Гуляева на дистанции 1000 метров показала лучший результат сезона в мире. Вот и сейчас она вновь выиграла километровый забег с большим отрывом от призера Лондонской Олимпиады Екатерины Завьяловой. Порадовали наши земляки. При активной поддержке болельщиков в забеге на 800 метров в борьбу сразу включился Андрей Исайчев из Ташлинского района. И лишь 0,09 секунды на финише он уступил победителю Уфимце Стрельниковым. Главный успех был впереди. Самую престижную дистанцию на милю впервые выиграл уроженец Курманаевского района Владимир Попов. «Последние два круга немножко было тяжеловато. Так сейчас находимся в таком состоянии, что готовимся к России. Немножко подводка идет к чемпионату России. Немножко тяжело было. Справились с поставленной задачей. Нужно было выигрывать. И мы это сделали. В нашем манеже это очень приятно. Оренбург лучший». Всего на Оренбургской миле 2019 были показаны три лучших результата сезона в России и один в Европе. Анатолий Юденич, Игорь Бероев. Новости дня. На этом пока все. Мои коллеги продолжают следить за развитием событий в Оренбурге области. Информационные итоги дня мы подведем в вечерних выпусках. Увидимся ровно в 19.00 на ОРТ. Оставайтесь вместе с нашим телеканалом и будьте всегда в курсе главных событий региона. Субтитры подогнал «Симон»!